Следующий вопрос, поднятый судьей Оливером Вэндалом Холмсом, прост. Кто должен решать, кому дать право решать? Какая речь опасна? Или кто опасный оратор? Или предложить заранее, какие опасные последствия будут, которые мы сможем предотвратить? Кому бы вы дали эту работу? Кому вы поручите задание стать цензором? Это знаменитая старинная история, что мужчина, который перечитывает всю порнографическую литературу, чтобы решить, что ему подходит, а что не подходит, вероятнее всего станет развращенным. Слышали ли вы любого оратора, такого красноречивого, которому бы доверили задание решать за вас? Что вам можно читать? Кому бы вы дали работу решать за вас? Снять с себя ответственность за то, что вам нужно услышать? Вы знаете хоть кого-нибудь? Поднимите руки. Знаете ли вы кого-нибудь, кому бы вы доверили это занятие? У кого-нибудь есть кандидат? То есть в Канаде нет никого, кто достаточно хорош, чтобы решать, что мне читать? Или слушать? Я и не знал. Но есть закон, или вернее, статья идиотского закона, говорящая, что такой человек должен быть. Что это за закон, черт повери? Он заставляет нас становиться лжецами и лицемерами, и отрицать то, что нам уже достоверно известно. Мы достаточно знаем об этом цензорском инстинкте. Мы уже давно все о нем знаем. Все началось с давней истории о еще одном великом англичанине, простите, что сегодня я уделяю этому столько внимания, докторе Самуэле Джонсоне, великом лексикографе, авторе первого сборника, вернее, первого большого толкового словаря английского языка. Когда он был издан, многочисленные делегации наносили визиты доктору Джонсону, чтобы поздравить его. Среди них были дворяне, знать лорды и простолюдины, а также знатные дамы Лондона, которые приехали поздравить его на Флит-стрит. Они сказали, «Доктор Джонсон, мы так счастливы, что вы не включили в свой словарь ни одного непрестойного слова». На что Джонсон ответил, «Дамы, я счастлив, что вам, тем не менее, удалось с ними ознакомиться». Любой, кто смог понять эту шутку, а я рад видеть, что примерно десятая часть из вас смогла, понимает проблему цензуры, в частности, предварительной цензуры, которая в США запрещена первой поправкой в Конституции. Нельзя заранее определить, какие слова уместны или неуместны. Никто не обладает знаниями, необходимыми для предпринятия такого шага. Более того, стоит задуматься о мотивах тех, кто их все же предпринимает. В особенности о мотивах тех, кто стремится быть обиженным. Тех, кто готов тщательно изучить такие кладези английского языка, как слова Джонсона, в поисках неприличных слов, лишь бы удовлетворить свои потребности, о которых я не осмеливаюсь говорить. Я твердо убежден, что главными источниками ненависти в мире являются религия и религиозные организации. Абсолютно уверен. И я рад. Я рад, что вы аплодируете, потому что это большая проблема для тех, кто выступает против данной идеи. Как они запретят религию. Как они остановят выражение религиозного презрения, ненависти и фанатизма. А я говорю об этом как частая мишень для подобных нападок. И далеко не в риторической форме. Мне не раз угрожали расправой. А рядом с моим домом в Вашингтоне живут два-три человека, чьи имена вам наверняка знакомы, которые не могут теперь никуда пойти без охраны. Из-за того, что они подвергли критике одну монотеистическую религию. И это происходит в столице Соединенных Штатов. Так что я знаю, о чем говорю. Еще я должен заметить, что мне приходится всерьез принимать людей, которые звонят мне и говорят, что знают, в какую школу ходят мои дети. Уж точно знают мой номер телефона и где я живу. И что они собираются сделать со мной детьми и женой. Потому что я знаю тех, перед кем они сдержали свое слово. Как раз такие люди и попадут под защиту закона о выражении ненависти. Если я скажу, что я думаю о их религии, что я сейчас и сделаю. Потому что у меня нет никаких так называемых этнических предрассудков. Ничего подобного. Я могу найти общий язык с людьми любого происхождения, сексуальной ориентации или языковой группы. Кроме йоркширцев, само собой. Потому что они невыносимы. И меня начинает возмущать навязываемая нам путаница, которую мы и наблюдали сегодня вечером. В понятиях религиозное верование, богохульство, этническая принадлежность, профанация и так называемый мультикультурный этикет. Сейчас нередко люди используют выражение в духе «антиисламистский расизм», словно осуждение религии равносильно осуждению этнической группы. У слова «исламофобия» фактически появляется тот оскорбительный оттенок, который раньше был характерен для расовых предрассудков. С такого рода грязными, едва уловимыми инсинуациями нужно бороться. Кто сказал, а что если Фалуэлл скажет, что он ненавидит геев? И люди воспримут это как призыв к действию. В Библии как раз сказано, что вы должны ненавидеть геев. Если Фалуэлл оправдывается тем, что так говорится в Библии, он прав. Да, люди могут воспринять эти слова как призыв к жестокости. И что вы с этим сделаете? Вы столкнетесь с людьми, которые скажут, «Только придронься к нашей Библии, и мы пожалуемся в полицию» — выражение ненависти. Что вы будете делать, когда сами попадете в эту ловушку? Говорят, что антисемитизм и хрустальная ночь в Германии стали результатом десяти лет травли евреев. Десяти лет? Да вы шутите. Это результат двухтысячелетий христианства, когда из-за одного стиха, в одной главе Евангелия от Иоанна, евреям столетиями устраивали погром после каждой пасхальной службы. Потому что там говорится, что иудеи потребовали, чтобы кровь Христа была на них и их потомках до самых отдаленных поколений. Это ордер и лицензия на подстрекательство к антиеврейским погромам. Что вы с этим сделаете? Где теперь эта жалкая статья? В ней сказано, что Евангелие от Иоанна должно подвергнуться цензуре? Неужели я, прочитав Фрейда и зная, каково будущее одной иллюзии, зная, что религия неискоренима, пока мы остаемся все тем же тупым, недоразвитым видом млекопитающих, думаю, что какой-то канадский закон решит эту проблему? Я вас умоляю. Вот в чем наша проблема. У нас слишком маленькие лобные доли и слишком большие адреналиновые гланды. И дело может быть не только в противопоставлении большого пальца. И мы боимся темноты, мы боимся смерти. А теперь еще и верим в правдивость священных книжек, которые настолько идиотские и сфабрикованы, что даже дети, судя по их вопросам, прекрасно это понимают. И я считаю, что религию нужно высмеивать. Ненавидеть и презирать. И я считаю это правильным. Давайте не будем ходить вокруг да около. Не все монотеистические религии на сегодняшний день одинаковые. Но все основываются на одной и той же иллюзии. Они плагиат друг друга. Но конкретно одна из них сейчас несет серьезную угрозу не только свободе слова и выражения, но и множеству других свобод. Это религия, в которой представлено ужасное трио из уверенности в собственной праведности, ненависти и жалости к себе. Я говорю о воинствующем исламе. Глобально он обладает огромной властью. Он контролирует огромные запасы нефти и ряд крупных стран и штатов. С огромным успехом он распространяет по всему миру идеологию ваххабизма и салафизма. Отравляя на своем пути общество, разрушая разум детей, отупляет молодежь, а в их медрессе учат жестокости, взращивая культуру смерти, насилия и суицида. Вот что ислам творит в мире. Его позиция достаточно сильна. В нашем обществе он предстает покорным меньшинством, чью веру легко обидеть, заслуживающим всей той защиты, которая нужна уязвимой группе. Теперь они предъявляют нешуточные претензии. Вам так не кажется? Они говорят это последнее откровение. Ислам утверждает, что Господь трижды обращался к необразованному ростовщику Саровийского полуострова через Архангела, а полученная книга, как вы можете заметить, читая ее чистой воды плаги от Ветхого и Нового Завета, почти полностью неумело списанного с Ветхого и Нового Завета. Но должна быть воспринята как непреложное последнее священное откровение. А с теми, кто не принимает это откровение, можно обращаться как со скотом, неверными, потенциальными религиозными рабами и жертвами. А знаете что? Я не верю, что Мохаммед на самом деле слышал эти голоса. Я не верю в этом. И вероятность того, что я прав, в сравнении с вероятностью того, что ростовщику, который не умел читать, Архангел диктовал отрывки из Ветхого и Нового Завета, как мне кажется, гораздо выше и объективнее. Но кто под угрозой? Тот, кто распространяет эти идеи и говорит, что мне стоило бы слушаться, иначе моя жизнь окажется в опасности. Или я говорю, что эта религия настолько абсурдна, что на нее можно рисовать карикатуры. И тут же на улице выходят разъяренные толпы с плакатами, орущие «отрубите им головы». Это происходит в Лондоне, в Торонто, в Нью-Йорке. Это происходит вокруг нас. Отрубите им головы. Отрубите головы тем, кто рисует карикатуры на ислам. Арестуют ли их за выражение ненависти? Нет. Могут ли у меня быть проблемы из-за того, что я сейчас сказал о пророке Мохаммеде? Вполне. Но где же ваши приоритеты, дамы и господа? Вы так легко отдаете самое ценное в вашем обществе? Вот так, без боя? Вы еще и восхваляете людей, желающих лишить вас права сопротивляться этим переменам? Как вам не стыдно? Зачем вы это делаете? Используйте с толком отведенное вам время. Ведь это серьезно. Посмотрите по сторонам. И вы увидите достаточно бредового и тошнотворного сострадания. Как же бедные геи? Как же бедные евреи? Несчастные, униженные женщины, рабы их, потомки, вымершие племена, чьи земли были отобраны? В любой точке мира, если вам захочется узнать о рабстве, эксплуатации женщин, сжигании и порке геев, этнических зачистках, антисемитизме. Загляните в знаменитую книгу, которую вы найдете на любом алтаре в этом городе, в каждой синагоге. И посмотрите, уложится ли у вас в голове тот факт, что главный источник ненависти в мире еще и выступает самым ярым приверженцем цензуры? Когда вы поймете, что, следовательно, сегодня перед вами ужасное обманчивое противоречие, я надеюсь, вы, тем не менее, окажете в выдвинутой идее ту бурную поддержку, которую она заслуживает. Огромное спасибо. Доброй ночи.